Я уже заявление делал, когда выходят ребята и говорят, нас здесь разбирают, по полной разбирают. А помочь ты им не можешь, потому что ты не можешь подавить артиллерию противника? А у меня три снаряда осталось. Вот я последних три снаряда выпускаю и просто выхожу по станции и говорю, пацаны, я сухой, и все. А пацаны говорят, спасибо тебе, пошли мы погибать героями, потому что позиции мы сдать не можем, и все передают привет вот туда. ПОСТАНОВИЛЯМ ПОЖЕРЦИЧ ТРОХЕ ПАНТЕОН ПОСТАЦИ, ЯКЕ ПОЯВИАЮ СИ НА КАНАЛЕ И ПРЕДСТАВИТЬ ВЫВИАД З ЕДЫНЫМ И НЕ ПОВТАРАЛНЫМ ЕВГЕНИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ ПРИГОРЦИНЕМ, КТОРЯМУ НАДАЛАМ, ВЫДАЄМИСЯ, АДЕКВАТНУ ОКСЫВКЕ РОСЫЙСКИЕГО ГОРДОНА РАМЗЕЯ. В ПРИЦОГУ ОСТАТНИЕГО РОКУ, ЗАЦЫНАЮСЬ МНЕЙ ВИЄЦЕЙ ОД 60 ДНЯ ВОЙНЫ, ЗНАРАСТАЄЦІЁЁ ЧАЭСТОТЛИВОЩЁ СУЦЕЛИСЬМО О ТЕЙ ПОСТАЦИ НЕ ТОЛЬКО В ЧАСИ ДЕБАТ ПИВНИЧНЫХ, АЛЕ РОВНИЕЗ В МЕДИАХ ГУВНЕГО НУРТУ, ЧЕГО КУМУЛАЦЄ ЙЕСТ ТРВАЄЦЄ ОД СЄЕРПНЯ ЗЕШŁЕГО РОКУ СТУРМ, Як ТО СЄ З ПРЕКОСЫМ ВЫRAЗИŁ ГИРКИН, БУДКИ ЛЕСНИЧЕГО ЗНАНЫЙ ЙАКО БАХМУД. В ТЫМ МЕЙЦЦУ ПРАВДОПОДОБНИЕ КИЛКУ МОИХ ВИДЗУВ ЗАДА ПЫТАНИЕ, А ДЦЕ ОГУРКИН И ДЛАЧЕГО ЦИСЯ НА ФРОНЦЕ ПИВНИЧНЫМ? НИСТЕТЫ, МУЖЕ ТУТАЙ СЄ ПОЖАЛИТЬ НА ПОТЄЖНЕГО МОБИЛИЗATORА, ОД КИДЫ ФАЦЕТ ЗАŁŻИЛ ТЕН СВОЙ КЛУБ ЗГОРШКНЯŁЫХ ПРИГРЫВУВ, СЕАСЫ ПИВНИЧНЫЕ БАРДО МОСНО УЦЕРПЯŁЫ. НЕ ПОМУГ РОВНЕЗ СЄДМИОДНИОВЫЙ БАН НА ЛАЙВЫ, ЖЫВЦЄ, ЛАЙТЫ, КТОРО ОТСИМАŁ ЗА МАТЕРИАŁ З ГРУБНИКИМ. ДЛАТЕГО ЧЕКАМЫ, ПОДОБНО 12 МАЯ БЕДІ ДУЖА КОНФЕРЕНCJA ТЕГО ЦАЛЕГО КЛУБУ РОЗСЄДОНЫХ ТУРБОПАТРИОТОВ, ВИЦ НЕВОТПЛИВIE ЗАЙМЕСЬ ТЫМ МАТЕРИАЛЕМ. ПОЗОСТАЁЕ НАМ ТЫЛКО ЧЕКАТЬ. ДОБРА, ВРОТЬМЫ ДО ПАНА ЕВГЕНИЯ ПРИГОРЖЫНА И ЕГО ЦАŁКИМ ИНТРЕСУЄЦЕГО ВЫСТÄПУ, КТОРЫЙ ОДБИЛ СЄ БАРДО СЕРОКИМ ЭХЕМ В РОСЫЙСКИМ СПОЛЁЦЕЙСТВЕ. ЗРОБИŁAM ТУМАЦЕНИЕ ТРВАЄЦЕ ПІУГОДЗИНЫ, НАЙВАЖНЕЙШИХ И НАЙБАРДІ ИНТЕРЕСУЮЩЫХ ФРАГМЕНТОВ. ЦАŁA RESSZTA ТО БЫЛО В ГРУНЦЕ RZYCZY ГАДANIE О ТЫМ САМЫМ, АЛЕ ИННЫМИ СЛОВАМИ. МАТЕРИЯŁ В МОЕЙ НЕОБЕКТЫВНЕЙ ОПИНИЙ ЕСТЬ БАДЗО ИНТРЕСУЮЩЫЙ. ПОНЕВАŻ З ЕДНЕЙ СРОНЫ ТРАКТУЮЄ О ТЫМ, КО СЄ ДЕЕЕ НА БАХМУЦЕ, ОЧАМИ ПРЫВАТНЕЙ ФИРМЫ ВОЙСКОВЕЙ ВАГНЕР, КТОРА В МОМЕЦЕ ПРЕМИЕРЫ ТЕГО МАТЕРИЯŁУ МЯА БАРДО ДУЖЫЙ ПРОБЛЕМ ЗВЁЁЗАНЫЙ З ГЛОДЕМ АМУНИЦЙНЫМ. З ДРУГЕЙ СРОНЫ, ПЕРСОНЫ ПО КРЮЮ ГИРКИНА РОЗПАТУЮЮ ТЕН МАТЕРИЯŁ В ЧАРАКТЕРЗЕ ДЕКЛАРАЦИ ПОЛИТЫЧНОЙ И СВОИСТЕГО МАТЕРИЯŁУ ПРОМОЦЫЙ НЕГО, КТОРЫЙ МА ЗАПРЕЗЕНТОВАЦИ ПРИГОŻНА З АК НЕЛЕПСЕЙ СРОНЫ И ПОЗВОЛИТЬ МУ НА БУДОВЕ ЗАСЯНГУ ОРАЗ ПОПАРЦИЯ В СПОЦЕЦВЕ НА ПРЫШŁОСТЬ. КОКРЕТНЕ НА ТІ ПРЫШŁОСТЬ, ЖУŻ БЕЗ ПУТИНА. ОСОБИЩЕ ПОСТРЕГАМ РОСЫЙСКИЕГО ГОРДОНА РАМЗЕЯ ВЛАЩНЕ АКО ПОСТАЦЬ СТРИКТЕ ПОЛИТЫЧНОО, КТОРА КОСТЕМ ФОРМАЦИ, КТОРОМ ПОПРОСТУ ДАЛИ МУ ПОТРЫМАЦИ И ЗАРЁДЗАЦИ, НАЙЕФЕКТЫВНЕЙ, ЧАКОН ПОТРАФИ, ЛАСУЕ СЄ И ПРОБУЁЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЄ JAKO ТЕГО, КТО УРАТУЄ РОСЄЄ И ПОПРОВАДИ ДО ЗВЫЦИĘСТВА. ДОБРА, ПРЕЙДЬМY ДО САМЕГО МАТЕРИАŁУ, КТОРЫЙ ЗОСТАŁ ОПУBLIKОВАНЫ 29 КВЕТНЯ. НА СТАРЦЕ ВАРТО ЗАЗНАЦИТЬ, ЖЕ ЄСТО ПРОДУКЦЯ ОД БЛОГЕРА ВОЕННЕГО И МИЕНИЮ СИМИН ПЕГОВ, КТОРОЙ ИЗ ЗНАНЫЙ З СЦЕРСШЕЙ ПУБЛИЦНОЩИ ПОД КСЫПКОМ ВОРГОНЗО. Мιł swój kanał na YouTubie, ale w czerwcu 2022 został usunięty, a on sam udziela się teraz na Telegramie i YandexDzen. Aha, warto również dodać, że mówimy o tym samym rosyjskim blogerze, który w październiku 2022 nadepnął na minę przeciwpiechotną typu motylek i wylądował w szpitalu z zerwanymi więzedłami w stopie. Okej, przejdźmy do materiału. Obejrzyjmy fragment, w czasie którego Prigożyn opowiada o sytuacji na froncie, a także ukraińskiej kontrofensywie, która w jego opinii będzie, ale mniej więcej po 10 maja, kiedy skończą się ulewne deszcze oraz zostaną rozwiązane pewne problemy natury logistycznej. Oczywiście nie jest to zwyczajny raport wojskowy, a możliwość troszeczkę polansowania się i nabicia poparcia u społeczeństwa. Dlatego też będzie klasyczna dla Rosjan analogia historyczna, i takie tam. Ale tak czy inaczej, mi jest to ciekawe. Znaczy, ok, obostanówka na froncie. Obstanówka na froncie kolejna. Weter duje, zemlę sochnie, ukraińska armię gotowa k kontrnaście, zemlę zna. уменьшилось, количество войск увеличивается и увеличивается ежедневно. Здесь у нас рядом находится начальник разведки, который всеми этими данными владеет и сейчас еще подскажет. Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и может быть какие-то внутренние проблемы, которые необходимо было решить. Ну это тоже БК, личный состав, БК, не дошли леопарды, какие-то там еще вещи, которые им хотелось бы. Там авиационные бомбы высокоточные, которые они должны начать применять, возможно, находились в дороге. Передвижение транспорта внутри Украины активное. Перемещение войск в сторону переднего края активное. Какие-то подразделения они меняют менее обученные на более обученные, выводят их в тыловые районы для обучения. Ну в общем, у них идет хорошая, правильная боевая работа. И украинская армия, которая была в 2014 году просто кучкой голодранцев и закрывала свои фланги нацбатами там, и как говорится на этих, на пердячем паре, да, пыталась что-то делать, то, во-первых, с 2014 года мы это хорошо наблюдали, в том числе за рубежом, где мы периодически сталкивались с представителями украинских различных силовых структур. Они готовились, к 22-му году они были готовы, и когда мы начали так называемую СВО, и когда были первые бои, то украинцы проявляли уже тогда себя очень организованно, очень смело и подготовлено. мы, в свою очередь, начиная с тысячи, я так исторически, чтобы было понятно. Нет, контекст важен, мы, так понимаю, никуда не торопимся. Абсолютно верно, у нас время есть, да. И разведчиков тоже послушаем, потому что интересно, вот, ну, как бы, все там говорят, у них то есть, это есть, их там много, их тут мало, но вот, чтобы действительно понимать, насколько и какую это несет опасность. Да, да, какой опасности, что нас, что нас может ожидать в том или ином случае. Мы, начиная с 1945 года после Великой Победы, пока у нас была армия, эта армия старой памятью понимала, как воевать, прошли из значительных войн последних, там, да, десятилетий, прошли Афганистан, прошли Чечню, прошли Сирию. И прошли небольшой конфликт 14-го года, собственно говоря. Ну, где российская армия, практически, ну, такое. Да, абсолютно верно. Пацаны местные, да, конечно, им помогали. В Афганистане я мало что знаю изнутри про афганский конфликт, кроме того, что я сидя в лагере писал бумаги о том, что хочу на войну, меня не взяли, да, в отличие от сегодняшних заключенных. По чеченским событиям любой чеченец, который воевал в Чеченскую войну, вам скажет, что они 15-летние пацаны, бодались с российской армией и достаточно успешно. Любой наш военный, который воевал в Чеченскую войну, правильно, он скажет о том, что бардак был такой, что мамы не горюй. И то, что мы вообще вытянули, это, собственно говоря, надо благодарить договоренностям президента Путина и отца Рамзана Ахматовича, первого президента Чечни, да, если не ошибаюсь, то, что они сумели остановить эту войну. Но это была война с 15-летними пацанами, которые с гор спускались с автоматами и с так называемыми, вспомните, арабскими наемниками. Ну и у которых не было ни авиации. У них не было ничего, кроме ручного пулемета. И РПГ, в лучшем случае. И эти 15-летние пацаны, это аборигены, собственно говоря, да, по международной терминологии, которые выскакивали с гор и петушили всю нашу советскую армию. И поэтому годы в конце советской власти, может быть, даже в середине советской власти, армия превратилась из боевой структуры в некую, не социальный лифт, а некое социальное сообщество, где люди приходили, учились, служили, ковырялись в носу периодически, иногда что-то делали и умирали. При этом получая определенные социальные гарантии. Не, ну, наверное, же были достойные офицеры. Сто процентов были достойные офицеры. Сто процентов. Я сейчас говорю в общем, о сложившейся ситуации. Дальше, после Чечни у нас была, после 14-го года, короткого, легкого, и уже 14-й год, не очень легкого, да, скажем так, но 14-й год мы все уже хорошо помним, что происходило. И украинская армия вынуждена была отступить с тех территорий, на которых мы их остановили. Ну, надо обратить внимание, ведь мы их остановили, остановили, если мы говорим здесь про Луганск, под Луганском, а в Донецке остановили. А, в Донецке почти было кружом. Абсолютно верно. На окраинах. Мы за это время куда-нибудь продвинулись? Нет. Мы остались на тех местах, на которых остались. Нет, ну было Дебальцево там еще. Ну, Дебальцево, так, если по-честному говорить, у меня здесь сидит человек, который, собственно говоря, Дебальцево делал, и Дебальцево, это большая-большая легенда. И когда мы между собой разговариваем, то мы говорим, про Дебальцево всех тупо наебали. Не была там окружена украинская армия. Это все чушь. И все, что произошло, просто у Порошенко очко жимануло, он обосрался и убежал. И поэтому они вышли с Дебальцево организованными колоннами. И если бы они сопротивлялись Дебальцево, неизвестно, что бы произошло. И так, как было Дебальцево, так, как была, собственно говоря, такая вот обширная, патриотическая, нельзя сказать истерия, а подъем после Крыма, то мы думали, что мы сильнейшие. Дальше мы зашли в Сирию. Теперь в Сирии совершенно авторитетно в присутствии командира, замов командиров, Сирия, это была погоня за аборигенами. Да, там было страшно, там было тяжело, для кого-то это было там совсем страшно. Мы туда заходили, в Сирию, имея на руках китайские автоматы, которые разваливались после там третьего рожка, и особенно больше ничего не имели. И поэтому мы тоже несли потери. И когда мы работали в Сирии, поддержка со стороны Минобороны была 0,1. И большинство танков, которые у нас там были, мы отвоевывали в бою с ИГИЛ. Но ИГИЛ, это были тоже аборигены. Мы сейчас в других странах мира боремся и с ИГИЛ, и с Аль-Каидой. И прекрасно понимаем уже сейчас задним умом, что это просто гопники, которые, да, могут наподличить, да, могут взорвать, да, могут отрезать голову, да, лучше, так сказать, им с голой жопой на мороз не выходить к ним. Но это были аборигены. Но это не профессиональная армия, то есть просто... Абсолютно верно. Дальше, дальше среди этих аборигенов мы полетали на самолетах, на вертолетах, куда-то побомбили бомбы. Было ли это эффективно или нет, неизвестно. История сейчас уже за последний год восстановила справедливость, и все теперь понимают, что в Сирийской войне основную роль играла ЧВК Вагнер, которая шла и на месте вырезала этих ИГИЛовцев. Вот. Поэтому это, что касается исторических аспектов армии. И за эти долгие годы армия, то, что мы видим, я, возможно, могу ошибаться и не видел каких-то суперподразделений, до которых я просто по своему низкому статусу и рангу армейскому, да, я рядовой запасом, я не дошел еще. Но то, что мы видим, то в основном это все шоу. В основном это красивые картинки. Если кто-то испытывает бомбу и она летит куда не надо, ну, картинка появляется та, в которой она летит туда, куда надо. А теперь мы, как говорится, вышли в практическую плоскость. И в этой практической плоскости что у нас произошло? Мы 24 февраля 22 года начали эту красивую спецоперацию. Потоптались месяц на месте. После этого застопорились. После этого получили на многих направлениях жестких пиздёжей. И что мы увидели? Армия, которая кое-как скрипит. Управления нет, обучения нет, вооружение хрен поймешь, бардак везде полный, дисциплины нету никакой. У нас на направлении ЛНР, если ты заходишь в магазин замороженным, у нас ЧВКшники, один из замкомандиров, замороженным ходит. Каждое утро в магазин, а после этого дует в штаб. И там толпы народа, причем половина из военных, они представляют ЧВК-вагни, потому что военным нельзя продавать алкоголь. Они просто затариваются пачками водярой. Водяра, кстати, идёт дешёвенькая, так, для того, чтобы они бухали здесь дальше, не исключу, что это украинские все эти провокационные истории. И поэтому то, что мы сегодня имеем, и то, что мы имеем сегодня по ту сторону на Украине, хотелось бы хотя бы поровну, чтобы иметь. И здесь сильные, и хрен с ним там сильные. Пропаганда, я вчера почему сказал про пропаганду? Потому что пропаганда везде говорит. Русская армия наступает! ЧВК-вагнер так въебали танк, что его разорвало пополам. ЧВК-вагнер просто нанесли удар по танку, огневое поражение, сдетонировал боекомплект, отлетела башня, это называется танк порвало пополам. И вся страна радуется разорванным полом танком. Ну, это абсолютно нормальное же явление. Абсолютно нормальное. Это должно каждый день происходить. Абсолютно верно. И наши танки тоже рвут пополам. И поэтому сегодня машина пропаганды работает просто полным объемом. А водичку-то подливать надо. Ведь надо какие-то реальные дела. Реальные дела следующие. ЧВК-вагнер взяла попасную, ЧВК-вагнер двинулась в сторону Бахмута. Это наша была стратегическая операция. И мы с самого начала видели о том, что с Красного лимана бегут, с Изюма бегут, отовсюду бегут. Бросили Сватову, бросили Кременную, бросили под Харьковом территорией. Я должен в защиту донбасских пацанов сказать несколько слов. Потому что, помимо ЧВК-вагнера, чем я горжусь. И, кстати, донецкие подразделения тоже отчасти считали банановой армией, грубо говоря. Мы прекрасно знаем, что они были очень плохо оснащены. У них мало что было в наличии. Естественно, не сравнить с регулярными войсками. Но штурмовые работы, все основные, выполняют до сих пор именно они. И я просто вот даже знаю, скажем, такой свой небольшой инсайт, что их роль на карте была три дня. Они должны были уйти потом во второй или в третий эшелон, охранять блокпосты и так далее. А в итоге они сегодня выполняют... На передовой. На передовой. Абсолютно верно. Больше года. Так же, как и вы, штурмуют. И во многом освобождение Мариуполя это достижение именно донбасских пацанов. Да, Семен. И я с тобой соглашусь о том, что те ребята, которые здесь местные, находятся в ополчении давно, они, безусловно, воюют значительно лучше, чем те, кто сюда пришел. Я не говорю про мобилизованных вообще. И я с тобой не буду... И вопрос тоже насчет пацанов. Меня счет тоже, собственно говоря, вот гложет, да. Я когда вижу, что... И вижу вот там под Авдеевкой ребята из элитных наших бригад, не буду называть, да. Готовы идти там геройские пацаны. Вот рядовой состав, командиры рот, командиры батальонов. Это они все не сукуны. Они готовы идти, воевать, бороться. Но иногда действительно задачи, которые им нарезаются, они просто выглядят абсурдно. И так что тут, мне кажется, вопрос не в русском солдате. Абсолютно не в русском солдате. Никто не говорит, что в русском солдате. Русский солдат, если ему дать один раз хорошо пиздец, за то, что он пришел в магазин за водкой, он туда просто не пойдет больше. Ему надо просто об этом кто-то должен сказать. А чтобы кто-то должен об этом сказать, то какой-то крендель, который сидит сам и каждый вечер армянский коньяк попивает, я конкретную фамилию не буду называть, но он хорошо знает об этом, да. Из Еревана ему привозят. Вот. То этот крендель, когда-то должен появляться на территории и видеть, чего происходит. На увагу zwraca факт, что в отражении от Гиркена Прigorжин не имеет опору с использованием секрады. Просу также уважать, что от часу до часу привия себя Syria, о которой еще не раз вспомни. На увагу заслуживает также скромность и открытость, с которой говорит о том, что седял и есть шереговым резервы. Такое, без въятнение, сжеднует себе людей и дает нам почувствие, что Евгений не является одним из нас. Так навязом, подобно, не знаю, на или это правда, Прigorжин действительно всех трактует на ровном уровне и разговаривает так само с шереговым, как и генералом. А в Цибилу никогда не дала по себе знать, что имеет больше денег, чем брытийская родина Кролевская. Может еще в рамках закончения этого целого вонтка обожжимый таншивки фрагмент. У нас сегодня в армии нет управления, это главное. У нас есть абсолютно все, что нам надо. Главное, чего нет, это нет абсолютно управления. Ну, то есть реально все есть? И боеприпасы, получается, есть? Да. Но не доходят? Да, у нас нет управления и у нас абсолютный, социальный, просто параноидальный разрыв. То, что происходит в окопе, когда ты докладываешь наверх, что происходит, то следующий командир доложить условно командиру полка, не правил дивизии, комбат еще что-то знает. А командир полка должен услышать хороший доклад, потому что ему надо наверх дать просто охрененно хороший доклад. А там еще лучше. А там еще лучше. И все понятно. В грунте rzeczy от давно говорили. Доводение есть очень зло, с прешколением есть проблем, а муниция небы есть, но когда нужно, то ей не есть. Очень интересный фрагмент с жоунижами, которые купили много вудки в улгаńskих склепах. То есть, в войску росыщем, как на разе, все это в миру стабильное. Делей Пригуржен начался жалить на аппарат бюрократичный, твердя, что его человек может ездить до какого-то кабинета и по 3-4 дней чекать на аудиторию у какого-то урзенника востового, чтобы он выделил поиски для Wagnerа. Пригуржен не может понять, почему есть такая, а не инна ситуация. Вшаг, państwo есть на войне, ойчизна есть загрожена и так далее. Пригуржен ствердил, что это обычная, подло злосливость урзенцов, которые хотят загноить других и показать, где есть место обычных журналистов. Росейский Гордон Рамзей подсумовал этот вонтек текстом, что если Россия погра, то именно через бюрокрацию. Неводопливе. Прzejдьте сейчас до kolejного важного пункта программу, бедноцкого заразем лейтмотивом последних трех, или там четыре месяца. Глуд амуницийный. Браки поцисков артилерийских to coś, о чем Wagner принудzę уже от давна. Пригуржен зараз тут будет твердить, что это декзия стрикто политичная, но подобно, если верь Гиркин то, что проблема будет глубже и Россия маа душе проблеми с уцуполнением страт, в душе мере с поводом браку прохов. Ах, еще за ним запомнам. 4-5 месяца генер не амуниций не амуниций 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 были розсиане и находясь близко линии фронту. Ведух Гиркина целый obecный вагнеровский гулут амуниций не амуниций амуниций а просто киевсцы партнеры запущили вагнерови парень до пауков о названии Хаймарс и скончили насыцене поцисками артилерийскими. Ок. Лецим амуниций фрагментом, который интересен для меня как для лаика, потому что в кухне Евгений Викторович на пальцах одной рэнки тумасы сколько требований и почему. А также будет споро сказано о том, как выглядит ситуация под бахмутом и какие сукраинские страты. О, конечно, можно уфать этой згра и в этом тематике. Значит, теперь почему снарядов не дают? Ведь снаряды все жалуются, что снарядов никому не дают. Да, но я тоже слышу, что в три смены работают и так далее. Вот для меня загадка, в три смены работают, а на линии фронта, скажем, это не особо отражается, если говорить мягко. У меня большая пачка документов, я тебе их не покажу, потому что они такие, да, секретные, вот, в которых расписано, где какие снаряды лежат, в каких объемах. Этих снарядов хватает. Значит, теперь, что касается потребностей вообще снарядов на фронте и чего мы хотим. Вот на сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается и ЧВК Вагнер через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает. Ну, а вам не кажется, что это громкое заявление сейчас всех деморализует? А я сейчас его еще раз сделаю попозже, если ты позволишь. Сейчас про боеприпасы, а потом еще раз причем к Вагнеру. Значит, итак, если на складе лежит условно там 100-200 тысяч единиц снарядов, то этих 100-200 тысяч единиц снарядов определенного вида, да, их хватает на то, чтобы воевать от 4-5 месяцев до года. И у нас на складах все эти запасы имеются. Криворучка, Мантуров, Носенков. Кстати, еще один человек, которого надо, чтобы уволили, чтобы окончательно обескровить армию, это Криворучка. Обязательно. если его не уволят, то боеприпасы будут производить. Вот. Теперь расход боеприпасов. Как он считается? Есть классика. Я попросил сюда Бориса Седова Андрея Николаевича, трошу его потом подъехать, да, он расскажет поподробнее. Он как раз компетентен, да, в этом вопросе? Он, вот я себе специально, чтобы нигде не сбиться ни в одном слое, я себе записал, да, есть методика оперативно-тактических расчетов. Он ей владеет. И с нами поделятся секретами. Я тоже владею, в двух словах скажу, а потом подробно все, да. Ну, я уже овладел там, как рядовой запас, овладел. Это в генштабе преподают, и все вот эти вот бигбоссы, которые там считают, и, собственно говоря, бигбоссы, они как считают? Это называется в русском языке хрен к носу приложить. Вот приложил хрен к носу и решил, сколько должно быть, да? А если считаем по классике? По классике у нас есть 100 на 100 метров. Это взводный опорный пункт. 100 на 100 метров расстояние это гектар. Вот на гектар положено по всем нормам по науке, по военной науке для того, чтобы сдержать противника, да, для того, чтобы его подавить, необходимо. Ну, прежде чем приступить к штурму и зачистить? Абсолютно. Чтобы он просто 15 минут был в акере. А потом мы бы начали загрязывать. Это чтобы не уничтожить, а просто чтобы подавить. Да, я понимаю. На 1 гектар положено 220 снарядов 122 миллиметра, это у нас 2С1, Д-30 и так далее. То есть вот это прямо конкретно в учебнике написано? Абсолютно верно. И 180 снарядов это советского времени, это уже много лет. 180 снарядов 152-го калибра на выбор. И поэтому мы берем наш средний унифицированный снаряд, который, чтобы нам легче считать было, 200 штук на 100 метров. Мы его подавили. Если его надо уничтожить, умножается на 3. 600 штук. теперь мы берем 100 метровая длина, 200 снарядов, значит нам нужно на километр 2000 снарядов в сутки. 2000 снарядов в сутки. Линия нашего фронта чуть меньше 50 километров, которая занимает исключительно чуваковатное. И еще порядка 40 километров. Но это имеется в виду, она же такая неровная, поэтому получается... Я убрал все крутые неровности, я убрал. То есть грубо говоря 50 километров. Я оставил 50 километров с минимальными изгибами. Вот все вот эти тонкости, там лесополка, сюда, туда, это я все убрал для того, чтобы, значит, получается под 90, если все считать геометрически. Считаем 50. Считаем 50. Значит, ну мы считали даже 40, для того, чтобы вообще все споры убрать. Вот берем 40 километров, это вообще вот почти по прямой. Значит, плюс еще у нас есть по 25-30 километров на левом и на правом фланге, куда нам теоретически поставили военных, но пока фактически никого. Ну вот там же была история, вы как раз ездили, разумляли ребят, которые... Да, 10% военных, они встают на передний край, все остальные разбегаются. Вот эти вот супермены, но эти супермены, они круче, чем те, которые должны были бы встать. Вот. Поэтому мы вынуждены сдерживать свои подразделения для того, чтобы не дать противнику прорваться, собственно говоря, в их порядке боевых. Итого у нас получается линия обороны 80 километров. Но мы эти 40 дарим, несмотря на то, что артиллерия вся наша работает. Вот это вот, когда рассказывают, ВДВ нанесло удар в поддержку, уничтожило резервы противника, какие нахрен ВДВ может уничтожить резервы противника, если они даже не видят, где находится Часов Яр. Они не могут туда не долететь, не дойти. Все мы поражаем. Поэтому вот надо забыть слово ВДВ что-то делает в Бахмуте или на окраинах. Они теоретически формально на бумагах стоят. И формально на бумагах может быть их дофига. Но когда приезжаешь в передний край и считаешь по головам, то своих оттуда мы убрать не можем, для того, чтобы нас просто тупо не обрезали. Потому что... Ну, чтобы с трех сторон не обложили. Есть Бахмут, в нем мы сжимаем остатки ВСУ, а есть с двух сторон, где можно зайти и обрезать нас. И поэтому мы это позволить себе не можем. Так вот, 40 километров, чтобы окучивать 2000 снарядов на километр, нам нужно 80 тысяч снарядов в день. Мы просим 4000. В 20 раз меньше. В 20 раз меньше. Суворовское не число мы умением. 80 тысяч, то есть у нас есть реально, они прям вот существуют. Существуют. И нам их хватает воевать от полугода и выше по всем наименованиям и проблем с ними никаких нет. У меня есть предположение, почему их не дают. Не, мне просто интересно, потому что не только у вас, вы же понимаете, дефицит боеприпасов. Виноваты мы. Потому что для того, чтобы не давать ЧВК-Вагнер, ведь надо наверх объяснять, почему ты не даешь именно ЧВК-Вагнер. ЧВК-Вагнер единственный, кто наступает. Не, ну я по Донецкам тоже, ребята рубятся, наступают медленно, тяжело на Авдеевку, тоже с потерями. Семен, я сразу извиняюсь и перед ребятами, да, мы какие-то вещи не знаем просто, да, я, вот, то, что я сейчас говорю, я говорю плюс-минус, там, 30-40 километров направо, я понял, и там, еще 20 налево, там, 10, да, ребята наступают, есть точечные бои, они не стратегического значения, поэтому, Бахмут везде сейчас на слуху, и, нету людей, которые не знают, что на Бахмуте наступают. Да, я согласен. А то, что на Авдеевке происходит, ну, мы, правда, не контролируем, поэтому... Там похожая ситуация, как раз, как у вас, перед тем, как вы зашли в Артемовск, там, ребята стараются, им, именно, как бы, силой, духа самих пацанов, по-суворовски, как вы говорите, у них абсолютно зеркальная ситуация, я говорю про все наши, тоже, там, басские батальоны и полки, которые пытаются сейчас окружить Авдеевку, и, в общем-то, с теми же проблемами сталкиваются, что и вы, по большому счету. И им нужно столько же боеприпасов. Не меньше, да. И если мы считаем на 100 метров, надо положить 180 снарядов. Благодаря умению, благодаря точности, начальник артиллерии объясняет, что куда как, беспилотники видят, какая есть колея, в какую лесополосу, правильно? Накрывать не гектарами, накрывать точечно. Но, я хочу обратить внимание, что вот на 100 метров, да, это расположение войск. Вокруг нас сейчас находится 35, 70 батальонов ВСУ. Это 35, приблизительно, тысяч человек, потому что у них батальоны более крупного состава по натовскому образцу, они туда добавляют достаточное количество живой силы, для того, чтобы это были пехотинцы, которые, понятно, что у них там идет серьезные потери, там они до батальона теряют на Бахмутском направлении у нас убитыми. До батальона за какой срок? За сутки. За сутки до батальона? Это 300-400 человек? Это до 500. До 500? Да. 35 тысяч? И вот коллега подсказывает, может быть, он тоже за кадром прокомментирует, вы говорите, что реально, да, там, каждые 20 минут подвозят... Максимально пытаются сейчас противодействовать, понимая, да, что в потере Бахмута и опасаясь, мы пересечем и направимся дальше, ну, то есть, это как бы вызывает, допустим, дополнительные волнения ИСАХи в УСУ. Поэтому всячески бросают максимально возможные резервы. То есть, если посмотреть и контролирует передний край, то на направлении наступления резервы перебрасываются, заметьте, каждые 20 минут 10 человек. Это в непрерывном потоке. Каждые 20 минут они новую кровь, новую кровь... Убили, ранили, ушли, убежали, контуженные, там, недееспособные. 20 минут прошло, 10 человек. 20 минут прошло, 10 человек. И поэтому, когда Конашенков рассказывает о том, как нанесли такой массированный удар и прекратили, он просто не понимает, о чем речь идет. Конашенков надо хоть раз приехать и хоть в бинокль посмотреть вдаль, что происходит. Это машины двигаются по полям, кто-то пешком, кого-то на БМП скидывают. Это бесконечный поток. На джипах, да? Абсолютно верно. И поэтому непрерывный поток. И это... Еще до вонтку ситуации под Бахмутем за chwilę wrócимы. Это не в том, чтобы мы весь мир победили. Конечно, мы весь мир не победим. А вопрос в том, что нахрен позор не терпеть. Я 10 лет за эту страну просто зубами грызусь последней. И делаю все, чтобы она хотя бы выглядела великая. с 2014 года Сирия, Ливия, Судан, Царь и все остальное вот просто вот так вот по кругу. А тут вдруг обосраться и дождаться, когда начнется контрнаступление, они пойдут через наши границы. Кстати, вопрос. А как пролетают беспилотники у нас на территорию? А как у нас бомбы падают на территорию? А как ДРГ проходит на территорию? Где вся эта вот машина, которая должна территорию охранять? Я поэтому призываю мужики с вилами, вставайте уже в окопы. Надо вас объяснить вам, как стоять, зовите, я приеду, все расскажу. У меня ребята в зону приедут, расскажут. Кто-нибудь раненый, ногу подволакивает, на фронт ехать, не может приедет, расскажет. Сами видите уголен. Прigorжен богатерско валczyл за Россию в Центральной Републике Африкаńskей и Судане. А теперь великий жал, потому что на Украине потяжная Россия ламе себе зэмбы. И то так мощно, что треба организовать посполите рушение. Типовое гадание под публичке с мощным политичным подтекстом. Лечимы далее. Тут Прigorжен встал работать херватку, а тем часом какой-то вагнеровец, названный сефем выwiadу, будет оповидать о licзбах, какими диспонуют Украинцы, как выглядит obecна ситуация с их стороны и какие сау obecне непокои. Послушайте, может się чего-нибудь доведем. Давайте добавим, начнем с того, что на переднем крае у нас сосредоточена порядка 35-ти тысячная группировка. Это на переднем крае перед по линии ЛБС. То есть это где, кого вы видите лицо в лицо, условно говоря? Это, грубо говоря, те подразделения, которые противодействуют нам. Существует также второй эшелон. Второй эшелон это подразделение восполнения потерь, которые несут на первом эшелоне. Существует третий эшелон, это подразделение резерва. Итого общая численность группировки, как мы и раньше посчитывали, она в принципе не изменилась существенно, потому что резервы из глубины страны подходят, подразделения вооруженных сил Украины которые резервы командиру не ведут их ближе к переднему краю из глубины страны. Итого мы насчитываем в принципе где-то около 80-80-2000 численность подразделений противника. Это называемая агломерация Донбасского кольца. Это населённый Славянск, Северск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Часовья, ну и в том числе Басмур. Ну то есть их потенциала реально хватит по... Торецк, А, Торецк. А, Торецк. Ну Торецк, он же Держинск. Чей-то секретный голос подсказывает начальнику разведки, не скажу чей. Ну Торецк, будем говорить так, это уже включён в агломерацию этого Донбасского кольца, так называемого. Ну, чуть перенаправление сил, это уже более южнее туда. Ну то есть если мы берём военную науку, простите, что перебиваю, я не военный человек, я даже в армии не служил. То есть их потенциал реально по всей военной науке соответствует тому, чтобы штурмовать, не просто стоять в активной обороне, а реально идти... Они нам противодействуют в полной усилии. Не, ну так одно дело противодействовать, а вот чтобы там прорвать фронт, занять рубежи, удержаться. И мы проведение контрнаступательных действий первичных и дальше развитие наступления в Глубь непозависимо от ДНР и ЛНР до границ России и возможно дальше. Это радикально. То есть это реально вот мы берем просто... Простите, что я идиотские вопросы задаю, но я хочу тоже своим мозгом рыжим как-то что-то понять. То есть получается, что реально у них сейчас это никакой не фейк, никакая не информационная там, не знаю, спецоперация. У них реально и ваша разведка это подтверждает есть силы, которые способны сейчас дойти до границ России, пересечать... Я буквально два слова дальше продолжу. У нас есть спутники, у нас есть БПВА, у нас есть агентурная разведка, у нас есть перехват, у нас есть все. Мы полноценная армия, которая всем этим владеет. Поэтому вот он дает вот этот кусок. Да. Ну, смотрите, в предыдущих моментах, когда руководитель озвучивал, мы насчитывали общую численность в группировке ВСУ до линии ВСУ те резервы, которые так называемые контрнаступления и которые однозначно пока не состоялось в связи с погодными условиями. Первое, там, несколько моментов есть. Пока до конца отсутствует большое количество ПВО, то есть все это наращивается, все это заводится. Общая численность, мы приблизительно считали, около 250 тысяч. Не считая ВСУ еще проходит обучение за границей еще дополнительные резервы. Да, да, я тоже скажу за властей. Которые в дальнейшем будут восполнять те потери. Но наступление же не получится молниеносным. Это же не один день-два. Это будет планомерная работа в течение определенного срока времени на определенных участках, где-то будут напрягать, где-то будут основные удары. Затонули направление Харьковское. То же самое. Где противодействовать будут на Харьковское направление. Это тоже группировка, которая формировается. То есть она может теоретически грубо говоря и на Белгород пойти? Тут еще немного фактически добавлю. Далее kolejный zaczął nawijać о том, что trzeba будет делать так, как Армия Цервона в часе операции под Смоленским, czyli на początku затrzyмать врага, а бы następнее пройти до контрофенсивы и так далее. Oczywiście в этом фрагменте najważнейшим по раз kolejный есть Пригожен, который парzy вербатом, утвердзая видом в przekонании, что это свой нормальный хлоп, которому по-просто очень очень важен. Время до темы артилерии. Гиркин не раз, не два говорил, что в czasie войны 96% всех ранений походит не от кул противника, а от лампов артилерии. Под бахмутом подобно статистыка подробно подробно różни себя, но ключ есть тот сам. Послушайте фрагменту. А вы знаете, что 75% потерь всего личного состава, что с нашей стороны, что со стороны противника, это люди погибают от артилерийских снарядов. Да, я это конечно понимаю. То есть получается, если мы прекращаем получать боеприпасы, то 75% эффективности нашей боевой работой просто минус. Поэтому получается, что с одних пулеметов и автоматов практически сделать ничего невозможно, когда против тебя дальнобойная артиллерия, танки и все средства артиллерии. Я у вас в Артемовске там попал под танк. А ты хорошо бегал, мне понравилось. я забыл, что у меня нога болит, все выметрилось тут же. А ты, кстати, расскажи про танки и про школу Лотос. По поводу... Ты не закончил еще? Простите, что перебил. Нет, это то, что касается боеприпасов. Абсурдно выглядит ситуация, когда мы, часть основной работы, которая должна работать от и до и беспрерывно, мы вообще находим в ней какие-то палки в колеса, спонтанные непонятные решения и так далее и тому подобное. Это только работа артиллерии по тому противнику, которого мы наблюдаем. Это всего лишь только 60%. Основное противодействие, которое мы на себе ощущаем, это артиллерия противника дальнобойна крупных калибров. 155 в основном. Совершенно верно. И на данный момент на нашем направлении, по нашим разведданным различных средств... 155, 203, 152, которые гиацинтами тоже работают. Да. Соответственно, на данный момент, по нашим средствам разведки различных видов, сейчас сосредоточены на нашем направлении две крупных артиллерийских группировки. И, соответственно, если в основном преимущественно это орудие дальнобойное... То есть их довольно тяжело подавить? Не тяжело их подавить, а при отсутствии боеприпасов на наши дальнобойные орудия, их невозможно подавить. Невозможно подавить. Поэтому получается, что мы из-за отсутствия своих боеприпасов отдаем карт-бланш артиллеристам противника. Абсолютно верно. То есть отдаем им инициативу, по сути. Да. А кроме нас никто подавить не может, потому что мы ближе всех к их орудиям. И так как мы ближе всех к орудиям, у нас единственный шанс подавить. И ты можешь давать десантникам хоть миллион снарядов, если тебе жалко дать чувакован. Но просто они не могут уже не достанут. Даже если они будут стрелять идеально точно. Хотя это, так сказать, не факт. Понимаете, поэтому 75% это война артиллерии. Вот кто бы как бы не говорил, я поощутил. Это война артиллерии. Разница в Сирии колоссальная, я чувствую. Абсолютно война артиллерии. Поэтому блин, когда смотришь просто не смотришь, а вот я уже заявление делал, когда выходят ребята и говорят нас здесь разбирают. По полной разбирают. А помочь ты им не можешь, потому что ты не можешь подавить артиллерию противника. А у меня три снаряда осталось. Вот я последних три снаряда выпускаю и просто выхожу по станции и говорю пацаны, я сухой и все. А пацаны говорят спасибо тебе, пошли мы погибать героями, потому что позиции мы сдать не можем и все передают привет вот туда. В Грунте же есть это интересная перспектива. Не знаю на, как они говорят, но это приконирует. Далее раскрытила себя дискуссия о том, что Прегорин не боится, что кто-то спрятит и в гуле. Росейский Гордон Рамзей сказал, что он в гуле ничего не боится. Ма биуро с дужеми окнами, сидит за биурком плецами до окна, а на самым окне есть написано для потенциального снайпера, что олеглость от единого правдоподобного места, скот можно отдать стрел с напротивка выносить 320 метров и чтобы память о поправке на вятр. Такое там гадание. Тема на гадание на разных доводцов и вышел следующий фрагмент оцепляющий визерунок. Послушайте. Так было. Настепно панове знову шибко понарзекали на бюрокраке и достали еще целый фрагмент для пиару. Одночешне с полским вонтком. Вы не бюрократы, которым нужно освоить бюджет и так далее. Нам отбоярицы. И потом у нас дети в России живут. Если пойдут, они не остановятся. Все рассказы о том, что Американцы говорят, Украинцы остановятся, это все лажа. Они будут их уговаривать, они скажут, да пошли вы в жопу. И дальше не украинцы, может быть, может быть, Зеленский выйдет, скажет, дальше не надо идти. Поляки пойдут, кто угодно пойдет. Да кому Россия-то не полакомится. В нашей истории сколько раз это было. И каждый раз доходили до Москвы, а потом разворачивались. Почему разворачивались? У нас все говорят, русский мужик соберется, и медведь когда пойдет, вот тогда медведь пойдет. Да блин, сколько мы людей-то кладем, прежде чем медведь идет. Прикорзен ogólnie лансует в России, что он ма родину в России и поэтому он лично интересен в победе. Но каста урженнича и политична России уже давно выслала свои родины до маятков и ахтов на Заходье, поэтому им в грунте все одно или же Россия выгра, или же выгра. Благо, чтобы их особище никто не не дотекал. Ага, то может быстро о вонтку 9 мая. Ага, для России это важное свято. Поэтому слушайте становиска приватной фирмы воисковой Вагнер. До 9 мая в Москву на парад собираетесь или в Питер? Нет. У нас, во-первых, работы много, а во-вторых, мы собрались с советом командиров, обсудили вопрос 9 мая, потому что приглашение со всех сторон сыпется большое количество. Наше мнение следующее. То, что сегодня происходит и то, что начало происходить с конца февраля 22 года, это не делает чести русскому оружию. Это может привести к большой tragedии для России. И поэтому мы сегодня не имеем права на то, чтобы праздновать этот праздник 9 мая с точки зрения праздника. Мы должны отдать долг памяти и уважение тем, кто выиграл эту войну. Увага zwrака факт, что сказал, что подъяли решение коллеги а не он сам так решал. Который пункт для Пригоржена в очах обычного россиянина. Ну то подсумуем целое материалу устами Евгения Викторовича на конец. Итак, резюме. Первое. Армия должна воевать со снарядами. Второе. Армия должна воевать с нормальным управлением. Все клерки вокруг военной должны вылезти из кабинетов и ехать на передовую для того, чтобы понимать реальную ситуацию. Надо прекратить друг другу врать, оценивать по достоинству противника и понимать о том, что в ближайшее время начнется контрнаступление. Это контрнаступление может закончиться трагедией для нашей страны, если не собраться в кучу. Я это делаю на основе того, что я нахожусь здесь, лазаю там, где находятся бойцы, и вижу реальную ситуацию, которая происходит. Поэтому надо прекратить, пропаганды надо уменьшить и надо готовиться к ответному удару. А рассказ о том, что у нас все в порядке, надо завязывать. Великой Великой 3. Все окоповые урзенды с российского МОН-у должны ехать на линии фронта, чтобы понять реалия ситуации. 4. Треба перестать окламивать себя и других, уменьшить количество пропаганды, нормальнее оценять противника и понимать, что контрофенсива наступит. И может закончить себя tragedой для России. Ну что, наверное, не могу больше всего добавить. Такие внески вычислили по тем материале в России и в грунте речи отбил себя эхем. Паре дней позже Пригожен выпустил серию острих фильмов, в которых домагајся поцисков и подобно в конце его просление осуществило скуток и Вагнер есть уже сейчас порционно заопатрыванный. Мышля, что интересно было в конце увидеть что-то от Пригожена. Много разы о нем слышали, но так на правде только из уст осуб трех. Варто было в конце увидеть его практически на живо и доведеться, как он выступает перед камерой и чем хочет себя поделить с видами. То бы было на тюле. Дякую за дотрвание до этого моменту. Дякую и поздравим.